Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. С нами абсолютный чемпион России по бодибилдингу Виталий Угольников. И я пока начну, а он потом продолжит. Существует миф, что если ты бодибилдинг, натуральным ты бодибилдингом занимаешься, или тем более, если ты используешь фарму, то есть профессиональный бодибилдинг, то неважно, как ты будешь тренироваться, какая у тебя будет программа тренировок, какой будет сплит. В общем-то, и так все вырастет. Главное, есть побольше, тренироваться изо всех сил и регулярно. А последовательность там упражнений, методика значения не имеет. И вот сегодня с помощью Виталия я хочу разрушить этот миф. Что ты можешь сказать по этому поводу? Во-первых, всем привет, друзья! Рад всех видеть на канале. У Юрия. Очень приятно, что меня позвали в Москву. Я первый раз в Москве. Ну, речь идет о массовом наборе. И на самом деле, темы способов, которые озвучил Юрий, фармакология, бездумные тренировки, все это, естественно, можно набирать мышечную массу. Но месяц, два, три, и ваша гормонная система, и здоровье скажет вам привет. Вот. Поэтому бездумный тренинг нам ни в коем случае не подходит. Нам нужна правильно выстроенная тренировочная программа, правильно выстроенный график питания. И для этого нам нужны специалисты. Да. Друзья мои, ну я почему-то думаю, что мы пока еще никого не убедили. Я уже знаю, какие обычно контраргументы. Вот. Они обычно говорят, да это бройлеры. То есть я маленький бройлер, ты большой бройлер. Они растут просто за счет фармы. Потому что было такое исследование, что люди, когда принимают какую-то химию, они могут просто на диване лежать, и мышцы все равно растут. То есть они просто не верят. Давайте я вам приведу более убедительный аргумент. Виталий – абсолютный чемпион России. На его место пытались попасть тысячи других бодибилдеров. Все они хорошо питались, и все они хорошо тренировались. Изо всех сил. Многие даже годами. Есть такой, да. И только ему удалось это сделать. Может быть, вы думаете, он дольше занимался, чем они? Нет, он молод. Сколько тебе еще следует? Сейчас мне 23 года. Знаешь, Юрий, я все-таки считаю, что это включает в себя два главных фактора. Это характер и это генетика. Если есть генетика, но нет характера, ты не поднимешь большие веса. Ты сможешь просто ментально настроиться на те веса, которые нужны тебе для того, чтобы тело стрессировало и в будущем рост, естественно. Если у тебя есть характер, но нет генетики, естественно, ты будешь пытаться, но ты дойдешь до предела, ты будешь корявый, да, у тебя соотношение мышечных волокон будет не то, и ты, естественно, тоже не придешь к лучшей форме. А если сталкиваются и характер, и генетика, то получается вот такой вот я, допустим. Вот пример характера и генетики – это Арнольд. Так, согласен. Он получил великолепных результатов, он тренировался много, он тренировался с характером, у него была хорошая генетика, и он… И когда генетика ушла на второй фон, он пошел уже куда? В бизнес, в бизнес, в политику, и он там себе тоже сделал имя, это характер. Да, но потом появились атлеты, которые еще применяли более совершенные, однозначные методики тренировок, чем Арнольд. И давайте будем честно говорить, Виталий гораздо больше, чем был Арнольд в пике своей, масса. И современные бодибилдеры, не только Виталий, не только Виталий. Если взять даже на России топ-топ-5, они будут больше. Согласен. На Олимпе еще больше. Современные бодибилдеры гораздо больше. И опять-таки многие наши зрители считают, что это фармакология. И вот, наконец, последний мой аргумент, который окончательно развеет миф, что это не только генетика и фармакология, что имеет значение, как тренироваться. Дело в том, что Виталий тренировался и раньше, но у него не получалось стать абсолютным чемпионом России. Есть такой, да, последний год сделал максимальный прогресс. И ты меня спрашиваешь, как, наверное, да? Да, вот были какие-то изменения в тренировках, которые позволили тебе… Я понял, Юр, твой вопрос. Самые главные изменения, которые я включил из себя в этом году и которые позволили мне набрать 10 кг обычной массы, потому что я в том году на сцене был 96, в этом году 106. Это, естественно, увеличение силы показателей. То есть я все упражнения делаю с большими весами. Количество повторений от 8 до 12 – это именно максимально большие веса. В негатив, то бишь мышца отключается по последней повторении. Тренировка длится 40 минут. Я могу спортом тренироваться в день 2 раза, но тренировки идут 7 раз в неделю. В общем, я перешел на большие веса. И тогда я начал очень хорошо набирать. Ну, более подробно мы сейчас все детально расспросим. Для этого, чтобы узнать, что изменилось в тренировках Виталия, что он так прибавил при всех прочих, да, именно за счет тренировок, как он спортистировал, для этого вам надо будет посмотреть серию нескольких выпусков на моем канале. Также будет выпуск на канале Виталия. Поэтому обязательно, чтобы все не пропустить, перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на канал Виталия Угольникова. А мы начинаем наш первый выпуск. Садитесь поудобнее, берите попкорн. Поехали! Погнали! Скоро вас ждет продолжение. Видео на моем канале выходят в понедельник, среду и пятницу в 10 часов утра. Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Подкачайся, Сюрый! Сюрый, подкачайся! Напоминаю вам, что 15 числа каждого месяца стартует мой супер-марафон «Жиротопка». Каждый участник марафона получает ежедневные задания и обучающие видео от тренера. Индивидуальную программу питания и тренировок. Помощь, чате, поддержки на протяжении 30 дней. Чтобы участвовать, заходите на сайт «Жиротопка.ру». Есть очень много отзывов с эффектными фототрансформацией до и после моей жиротопки. Посмотрите их, и вы обязательно захотите поучаствовать, неважно, вам нужно просушиться или подкачать мышцы. С вами был Юрий Спасококотский. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!